Итак, здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами снова я, Аркадий Романович. И это видео рекомендации потенциальной идеи на последнюю неделю марта. Сегодня у нас с вами воскресенье, 27 число. Ну, надо сказать, что понедельник, 28-е, в принципе, такой же праздничный день в Европе. Поэтому какой-то волатильности уж больно сильно ждать не стоит. Ну, будем надеяться, что рынок будет к нам благосклонен. И мы найдем очень-очень хорошие решения, торговые решения. Итак, австралиец доллар в центре моего внимания. Причем на этой неделе, грядущей неделе, очень мало фокусов у меня, не так много. Поэтому австралиец доллар и золото, пожалуй, два потенциальных инструмента, за которыми я буду наблюдать. Итак, давайте перейдем на недельный график и посмотрим общую картину. Тут есть очень привлекательный технический сигнал. Итак, австралиец доллар, недельный график. Обращаю ваше внимание сразу на то, что мы продавали с вами ранее в районе 76-200. Где-то вот в этой области, может быть, чуть пониже, может быть, чуть повыше кто-то. Да, причем очень долго этого ждали. И сделка у нас закрылась только через неделю. И то мы закрывали где-то вот здесь. Хотя тейк профит был чуть пониже. По одной простой причине праздники. Рынки закрыты. Рынок тонкий, хрупкий. Мало ли что может случиться. Да, и нам бы не хотелось терять хороший трейд. Тем более мы столько времени его ждали. Ну и недельный график, в принципе, подтвердил наше ожидание о том, что коррекция должна продолжиться. Обратите внимание на вот этот вот очень интересный сигнал. Сочетание большой... Ну, здесь в данном случае не такой большой. Сочетание бычей. И, соответственно, медвежьей свечи. Причем медвежьей чуть ли не в два раза больше, чем бычья. Такой сигнал на макушке, наверху, у сильной структуры, у сильной зоны, о которой мы говорили ранее. Вот здесь, в районе 7.6, 200, 7.6, 500. Средиятельствует о том, что рынок готовится к коррекционному движению. Это не говорит о том, что какой-то разворот. Никакого разворота нет. Рынок бычий. И по-прежнему им остается. Однако сигналы на коррекцию поступают. Причем до хорошего уровня, до предыдущей структуры. Потому что мы знаем, что пробитый уровень, в данном случае зона сопротивления, становится поддержкой, как только рынок к нему возвращается. То есть 73, 300, плюс-минус в этом диапазоне, это наша зона ценности. Зона принятия решения о покупке. В данном случае это будет скорее бай. Давайте так немножечко выделим. Такой канал небольшой пока построим. 73, 73, 300. Соответственно, что мы можем предпринять на следующей неделе? На открытии, либо в понедельник, либо во вторник, зависит от того, какие рынок даст сигналы. Я бы рекомендовал не торопиться шортить прямо вот здесь, вот в этой точке, а дождаться небольшого такого отката наверх. То есть рынку свойственно после формирования такого рода моделей, я имею в виду свечных моделей, делать небольшой реверанс в сторону общего тренда. В данном случае мы видим вот здесь похожую ситуацию, такой же сигнал схожий. Затем рынок возвращается, в некоторое время топчется и затем откатывается вниз. Соответственно, мы видим внизу, да, вот такая же ситуация, если взять последнюю историю с австралийцем, да, обратите внимание. То есть мы могли бы ожидать, что небольшой будет такой ретрейсмент, да, если его так можно назвать, на половину недельной свечи. То есть примерно вот сюда эта котировка где-то 75,500, 75,400. Небольшой такой откат вот в эту зону и эта зона очень привлекательна для продаж. То есть, если мы с вами решимся продать от 74,500, да, естественно, стоп-лосс мы установим выше хай. Причем в данном случае давайте посмотрим, я его немножечко загородил, посмотрим, где у нас хай. У нас здесь хай, да, вот где-то вот выше этого хай у нас стоп-лосс. Сильно высоко не надо, достаточно прям совсем чуть-чуть, потому что это трейд по свечному анализу и от структуры. Это наш потенциальный с вами риск, да, данной сделки. И, соответственно, это наш потенциальный с вами профит, да, цель фиксации прибыли. Не сказать, что прям риск прибыли идеальный, однако примерно мы 1, чуть больше, где-то 1 к 1 и 3 получаем. В принципе, это неплохо, это допустимо, да, поэтому очень неплохая возможность будет попробовать продать в направлении коррекции. То есть, еще коррекции от вот этого движения не было, да, глобальной, поэтому мы ждем более глубокой коррекции. Что касается покупок, то вот она наша зона ценности, да. Мы ее выделим. Теперь мы можем спокойно перейти на график D1, либо на более меньший график. Давайте перейдем. Вот на D1 более четкая картина. Да, уже мы видим очень хорошее сопротивление, сопротивление, пробитие и еще не было, еще не было как такового возврата. Да, и, соответственно, если мы перейдем на меньший график, мы увидим, что как раз-таки вот в нашей зоне консолидация. Однако, хотелось бы увидеть недельный откат вот сюда. Вот здесь вообще было бы прекрасно, эта котировка даже 75,800. Я сказал ранее 75,500. Да, вот хотелось бы все-таки 75,800, потому что, опять же таки, да, та же самая история. Пробитый уровень, в данном случае зона поддержки, да, она вот здесь. То есть пробитая зона поддержки должна стать сопротивлением. То есть мы должны совершить откат в эту зону. То есть мы можем заключить следующее, совмещая сигналы недельные, дневные, а также внутридневные, четырехчасовые. Сейчас, может, перейдем на часовой таймфрейм. Что мы видим здесь? В принципе, мы видим, что крупные участники рынка готовятся к продажам, да, и хотят дальнейшего снижения. Это очевидно, иначе вот такой сигнал не появился. По крайней мере, есть высокая вероятность того или иного события, в данном случае, продажи. И на таком краткосрочном графике, да, мы видим то, что был пробит уровень, однако еще не было возврата. То есть мы в сочетании со всеми сигналами ждем возврата, да, причем такая, ну, я не сторонник вот таких трендовых линий, потому что они не очень надежные, которые только начинают формироваться. Но мы можем увидеть потенциальную такую трендовую линию, да. Соответственно, здесь такой кластер образовался в виде сопротивления, структуры трендовой линии. И, соответственно, новый лоу, да, более низкий лоу, чем этот лоу. И среднесрочно, краткосрочно рынок снижается, да, в настоящее время. И, ну, вот, прямо вот если сейчас посмотреть, вот как он закрылся, это флэт, в принципе, да, потому что у нас нет пока нового лоу, нету индикации продолжения тенденции, да, внутридневной. Вот, поэтому, в принципе, на недельном мы быки, на дневном графике рынок, давайте посмотрим, какой, по большей степени рынок во флете, да, по большей степени рынок во флете, да, Почему? Потому что у нас есть лоу, да, в данной ситуации у нас есть, соответственно, хай, который чуть ниже, чем этот хай, да, и, соответственно, это указывает на то, что рынок может перейти во флэт, болтаться здесь, ну, либо спуститься в нашу зону, зону поддержки, где мы будем с большой, с большой долей вероятности, так, прошу прощения, с большой долей вероятности покупать. Да, в общем, сел 75, вот 800 вообще идеально попробовать продать, Но сидеть в сделке необходимо долго, потому что эта сделка ориентирована на масштабное такое недельное, да, движение, поэтому где-то стоп-лосс выше вот этого пика, да, где-то вот здесь, соответственно, риск потенциальный у нас, ну, примерно, где-то 1100 пунктов при возможной прибыли, да, давайте посмотрим, где-то 2-2,5 тысячи пунктов, то есть риск прибыли очень и очень и очень неплох. Соответственно, теперь давайте посмотрим на покупку, где у нас может быть покупка, да, давайте порассуждаем, это очень полезно. Покупка потенциально, исходя из того, что я вижу, уровень где-то в районе 73, ровно 73,300, да, давайте посмотрим, что нам здесь помогает и указывает на покупку, чуть-чуть еще уменьшим. Итак, обращаю внимание на вот эту волну, вот эту бычью, вот это все бычье движение, от которого, в принципе, еще не было коррекции, да, достаточно глубокой, которую нам бы хотелось увидеть. Давайте натянем FIBA, FIBA, 61,8, обратите внимание, ровно приходится в нашу зону, да, в нашу зону ценностей. Это уже очень сильный такой, не то что индикатор, а очень сильный такой, очень важный такой сигнал, указывающий на то, что здесь рынок с большой долей вероятности может отскочить, да, то есть помечаем эту зону, мы ее очень точно отметили с вами, бум, вот она зона buy. Теперь у нас есть глобальное движение, вот это вот, обратите внимание, сильное бычье движение, прямо вот с самого low, да, давайте попробуем от него посмотреть, где потенциально имеет место быть коррекция, да, от всего вот этого движения, обратите внимание, 38,2 приходится в районе 73,500, то есть вот он диапазон, да, диапазон наших покупок, то есть мы определили два трейда, это потенциальный sell, да, при возврате вот к этой структуре и потенциальный buy здесь. Теперь, если мы купили в этой области, где наши тейки будут стоять, где наши цели фиксации прибыли, в данной ситуации вариантов очень много, но я бы рекомендовал рассматривать тейк где-то вот в этой области, вот здесь вот первую цель фиксации прибыли в районе возможных продаж, если цена туда придет. То есть потенциал роста, давайте посмотрим, где-то, ну, опять-таки, да, так и получается, 2000 пунктов, стоп-лосс, внимание, будет стоять чуть ниже структуры, чуть ниже, 78,6, где-то в районе 72,200. Вот это наш с вами риск, вот этот вот наш потенциальный стоп-лосс, может быть, чуть-чуть вот так пониже, да, и, соответственно, этот наш потенциальный тейк. Очень хорошее соотношение, даже лучше, чем на продажу. Риск прибыли отличный, поэтому мне бы хотелось увидеть коррекцию поглубже и купить в направлении общего недельного бычьего рынка. Теперь давайте порассуждаем, здесь еще одна техническая формация, возможно, давайте я перепроверю, конечно, это уже ближе к продвинутому трейдингу, нет, пожалуй, нет, нет, друзья, здесь ее нет, нет. Прошу прощения, здесь данной, данной графической модели нет. Вот, итак, давайте пойдем дальше, у меня еще на повестке дня золото, да, тоже очень может быть интересный трейд, по-прежнему мы ждем золото, и у меня отложенные ордера стояли, однако чуточку не хватило. Сейчас я удалю весь лишний маскарад. Причем, многие полагают, что золото дальше будет снижаться, но пока предпосылок нету на то, что мы пробьем вот эту вот сильную-сильную трендовую линию, обратите внимание, да, буквально на ней сидим без пяти минут, да, плюс-минус, опять же-таки, да, если вот так взять, то есть в данной ситуации мы должны максимально взять то место, да, ту зону, где мы видим максимум касаний, да, и вот здесь по большей степени я вижу максимум, ну, можно чуть-чуть ее повыше взять, совсем чуть-чуть, да, и, соответственно, я на предыдущей неделе в рекомендациях, они есть в данном случае на канале, если вы посмотрите предыдущие видеоролики, попробуйте, если вот так взять, чтобы вот этот, вот здесь мы тоже зацепили, в предыдущих роликах я говорил о том, что здесь несколько технических формаций, продвинутых паттернов, да, в данном случае, это Cypher, да, который заканчивается здесь, и, соответственно, вторая модель, вторая модель, это самая простая модель, без всяких сложностей, это Gartley, давайте мы его нарисуем еще раз, вот здесь, эти две модели создают и увеличивают вероятность того, что мы здесь купим, и мы окажемся правой, то есть 1210-1208 по-прежнему покупка, так как рынок не волатильный, то, и, соответственно, мы очень долго к этой цели идем, поэтому вот эта зона в любом случае остается для меня очень интересной для buy, да, плюс-минус в этом диапазоне, и я рассчитываю на очень хорошее движение, причем если такой вообразить, ну, трендовую линию, хотя она очень слабая, потому что только недавно начала формироваться, да, то можно предположить движение, если мы все-таки нырнем в эту зону, давайте чуть увеличим, да, если мы нырнем в эту зону, то отскок, ну, хотя бы вот сюда, да, учитывая временной еще период, ну, хотя бы вот к этой зоне, предыдущей структуре, которой еще не было возврата, да, мы видим, что здесь определенное сопротивление, да, вот в этой зоне поддержка, поддержка, пробитие, да, глубокое, но пока возврата не было, поэтому хотелось бы увидеть небольшое движение вниз и затем возврат к сопротивлению, то есть где-то 1210, 1208 buy, цель 1240 примерно, это 3,5 тысячи пунктов, да, очень-очень-очень такой трейд интересный, и стоп-лосс ниже вот этого лоу, да, ниже вот этого лоу, где-то получается риск у меня около 1700 пунктов, то есть риск прибыли меня целиком и полностью устраивает, практически чуть-чуть меньше, чем 1 к 2, рассчитываю на очень хороший трейд и большое внимание вот этой вот мощнейшей трендовой линии, которую рынок просто-просто обязан уважать. Итак, коллеги, в принципе, на эту неделю все, всем большое спасибо, позднее я опубликую видео по построению линии коррекции Fibonacci, как ими пользоваться и как ее совмещать со структурой. Сегодня будет опубликован следующий шаг принятия решения. Все, благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего доброго, до связи! Субтитры создавал DimaTorzok